Большинство этих ребят уже не первый год участвуют в конкурсе «Давай раскрасим вместе мир». Почти у всех родители трудятся на ВСМПО. Но попасть на территорию градообразующего предприятия со строгим пропускным режимом для ребёнка чаще всего мечта. Сегодня 27 счастливчиков, активных интеллектуалов и призёров конкурса «Давай раскрасим вместе мир» торжественно проходят через центральную проходную. Они приглашены в музейно-выставочный комплекс ВСМПО, где пройдёт историческое событие. Презентация новой книги под названием «Дороги, полные открытий». Почему эта книга обязательно вас заинтересует? Потому что в этой книге есть все вы. Либо ваши фотографии, либо ваши работы, либо ваши воспоминания, даже ваши стихи. 160 страниц книги посвящены поездкам по Уралу. Напомним, поездками в 2014 году награждались победители Олимпиады корпоративного конкурса. Ребята из Березняков побывали в Верхней Салде, а Верхнесалдинцы ездили в Пермский край. У Солья, Соликамск, Невьянск и Екатеринбург названия городов стали главами книги, в которой собраны самые интересные факты из истории, самые сочные фотографии точек уральского туристического маршрута. Эти поездки до сих пор вспоминаются ребятами с теплотой. Нам там по музею водили, там было две части, одна историческая, одна современная. В исторической части больше всего было о войне, а в современной – о Титане, как его производят, в каких состояниях он бывает. Большинство приглашенных ребят в этом году снова участвуют в корпоративном творческом соревновании. Никита Феофилактов старается раскрасить мир уже в пятый раз и занимал призовые места. Свою работу он найдет на одной из страниц книги, имеющей еще одно название – «Путеводитель для друзей». А сегодня Никита увлечен новой темой конкурса – темой Великой Победы. Мне очень такие вопросы интересные были еще. Мне очень понравилось писать сочинения. Мы с бабушкой вспоминали историю нашей семьи. Мне понравилось, это было увлекательно. История каждой семьи и предприятия ВСМПО тесно связана с темой войны. И сегодня у ребят была уникальная возможность окунуться в эту историю, побродить по залу музея ВСМПО и задать самые волнующие вопросы. Большая часть этих ребят продолжает участвовать в конкурсе. И, конечно, то, о чем мы сегодня с ними говорили, о том, что нужно продолжать поиски, о том, что нужно привлекать все большее количество источников, материалов, людей, тех, кого еще удастся застать из поколения фронтовиков. Это вызвало неподдельный интерес в их глазах. И много вопросов было задано по этой именно теме. 15-минутная экскурсия окончена. Ребята, приглашенные на презентацию, даже не догадывались, что каждый из них станет обладателем эксклюзивного издания. Листая глянцевые страницы, которые еще пахнут типографской краской, они ищут глазами свои фото и свои работы. Фактически наши дети стали соавторами уральской писательницы Ольги Медведевой. Тут все есть такие, кто делал всякие поделки, рисовал, писал, их сюда занесли. Я рада, что у меня будет такая дома книжечка. Она очень интересная, я надеюсь. Ну, работы еще не нашел, но новая, только что эту книжку выпустили, эксклюзив. Тираж книги – всего 5000 экземпляров, которые поделят между собой два города – Верхняя Салда и Березники. То есть издание действительно эксклюзивное, но, возможно, не последнее. Ведь 30 января стартовал второй этап нового конкурса. Давай раскрасим вместе мир!